Можно про глобальное похолодание чуть подробнее, а то страшно очень. Что страшно? Вот теплее, а ничего нет. Двух слов. Значит, на самом деле, потепление страшно, похолодание нет. Почему потепление страшно? Вот очень, если кто-то не имеет волновости посмотреть фильм, лекцию, техчасовую, основополагающего человека, который все это глобальное потепление, так сказать, затея Альберта Гора, известного государственного деятеля и теперь уже человек причастного к науке, что нам грозит в случае глобального потепления? Первое. Расставят все реки, поднимется в роли Мирового океана, затопят все стуари, то есть Усть-Рек, низко расположенные города Лондон, Ленинград, Нью-Йорк, можно долгое причислить, все это погибло. Сочи. Эти ребята вдувут в горы. А, значит, гадки, а вот скажем, в Питере бежит не будет. Ну вот, а, значит, ну, из-за того, что все будет, значит, закрыто, заполочено, чудовищные эпидемии, борт по всей земле. Но мне это самое страшное. Самое страшное, что растают все реки, в горах, я вообще все, и в Гринландии. И исчезнет все, вода убежит в океан соленый, и пресная вода на земле кончится. Все мы сдохли в страшных муках, вот, отсутствие пресной воды. И уже в 21 веке война будет не за нефть, как сейчас, а за воду, за питьевую воду и прочее. Там много все разных, да, и еще и дальше, так? Кстати, растет было бы неплохо, потому что у нас, конечно, оттает вечная мерзлота, потому что она же чуть не одна треть поверхности нашей суши, покрытая вечной мерзлотой, абсолютно мертвой землей. Если бы ее растает, там, то можно, там, что-то сеть, можно пахать. Но это уже, что русского здорового-то не обцелует, так сказать, это не важно. Важно другое, что, вот, значит, и против этого надо бороться. Как бороться? Вот сейчас собрались президенты, министры, премьер-министры многих стран, сидят, уберем лбы высокие, они абсолютно, ребята, они научные, нихрена не понимают об этом. Но они все думают, как это понизить уровень Мирового океана. Я очень им завидую. Они могут еще 10 лет сидеть, не придумают. Не придумают, нельзя. Это, например, история, как я на военном корабле, в свое время читал лекции для личного состава про древ континентов. А там как они грифуют, как они туда-сюда, распалась Пангея. И мне заполит, говорит, Александр Алексеевич, а вот мы можем научиться управлять этим? Я говорю, чем? Древом континентов. Я говорю, а мы это кто? Как кто? Партии правительства. Ну что вы говорили, Марк Сергеевич? Это же миллионный летний процесс. Человек не может этим управлять. Очень плохая у вас наука. Я вас уволил в следующий раз. Идите и научитесь. Эти ребята, вам все равно. Ну и эти то же самое. Так вот, ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Дело в том, что действительно, вы сейчас испытывали последние годы, глобально не потекли. Видите, сейчас еще последующего. И еще помните, года три назад нельзя было, говорили, не выходите на солнце, солнце активное и прочее. Отчего зависит температура на поверхности Земли? От двух вещей. От активности Солнца. Оно, так сказать, плюс-минус там ничего еще. Хотя, когда-нибудь оно взорвется, и мы сгорим. Но это будет не сейчас, а через миллиарды лет. Пока тут с этим все в порядке, но... И второе расстояние до Солнца. Вот расстояние между Землей и Солнцем меняется. Меняется гармонически. Мы с вами ошиблись, что полагаем... Мы, по-моему, в этой аудитории это уже рассказывали. Мне было дотовую лекцию. Мне было расставить в голове. Это вам два часа туда изучать. Значит, дело в том, что мы ошиблись, что полагаем, что Земля вращается вокруг Солнца. Это не так. И Земля, и другие планеты нашей системы, и само Солнце вращаются в центре тяжести нашей системы. Это не одно и то же. Потому что он мигрирует, поскольку огромные планеты, типа Нептуна, с огромной массой, это же гравитационное взаимодействие, Нептун, Плутон, и все это меняется. И есть кривая, которую построили учебное за последние миллионы лет. И по этой кривой мы прошли минимальное расстояние до Солнца, где-то год-два года назад. Сейчас мы начали от него удаляться. И примерно в 2020 году будет небольшое, но глобальное похолодание. Мы так называем малый ледниковый период. Такие вещи были в истории Земли. И это лучше, потому что люди из него вышли. Вот в 17 веке, в начале 17 века, я люблю рассказывать, вот 17 века, значит, было глобальное похолодание в Европе. Ну и в Европе оно в частности мы проявились, да? Откуда мы знаем, что было похолодание? Ведь единственная страна, где люди мерили температуру, была Британия. Британские императисты именили в обездах своим посланом во всех странах мира, где мы одним. Утром встал, похмелился, мерить температуру. Мерить температуру где-то находит. Поэтому в Московии, в Дикой Московии, заметённой снегами, да, значит, мерили эту температуру. И что оказалось? Что, значит, в 1601 году Гебралтон замерз, Босфор замерз, Венеция там возили по льду. И, значит, это имело огромное следствие. Вот посмотрите картины Питера Брейгра-старшего. Или посмотрите картины малых голландцев. Какие зимы в Голландии? Давно уж таких зим там нет, да? А в это время как раз эти самые геонцы воевали с испанской короной. И герцог Альба, и самая боеспособная пехота на континенте, испанская тяжёлая пехота, задавила их до корню. Читайте, тиреум шпили. И вдруг ударил мороз. И тем любимые испанцы побежали из Амстрадама, из Антверка, и вообще из Голландии, как немцы в 41-м году из-под Москвы. И победила голландская реверс. В 1565-1609. А на Руси было ещё интересно. В 1161 году, по данным британского герметиста, Москва-река замёрзла на Яблочный Спас. Когда у нас Яблочный Спас? 19-го амма. Совершенно верно. На следующий год то же самое. Через год ещё раз то же самое. В партии русских герметов начался мор. Голод, неурожай и балл правительства Бориса Кононова. Вот истинная причина смутного времени. Потому что наши домоги принули праздник, освобождение туда-сюда. Но начало это всё как раз с этого. Но хочу сказать, что если в 17-м веке мы выжили от такого овреденения, то же в 21-м веке или там где-то в середине его, с нашим политическим искусством, конечно, но это лучше, чем глобальное потепление. Объяснил? Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.